Приветствую вас на нашем канале, посвященном ремонту практик своими руками. В данном видео сделаю видеообзор смесей Prozax, которые мне привозят. Почему именно их? Можете посмотреть в моем видео, как я закупаю материал. Там вы поймете, почему использую именно эти смеси. В данном видео тестирую Prozax Hyperplast. Это штукатурка на гипсовой основе, финишная шпаклевка и клей для кателя. Также Prozax CS11 и Prozax CS9. Клеить он попроще, подешевле, Prozax CS11. Он идет для тирамогранита. Начнем с штукатурки. Раньше я пользовался рукгипсом. Даже у меня есть видеообзор по рукгипсу. Почему я им пользовался? Тоже я все объяснял. Самое главное, по цене и качеству в то время для меня он был самый оптимальный. Мешок стоит сейчас 340 рублей в магазинах. Со скидкой у меня получалось 320. Почему перешел на Prozax? Банально он дешевле. Качество фактически тоже самое, не хуже. Есть некоторые варианты. Кому-то, может быть, он больше понравится, кому-то нет. Вот расскажу, какая у них разница. Что мне нравилось у рукгипса и что у штукатурки Prozax Hyperplast. Они схватываются довольно быстро. Рукгипс, правда, схватывается чуть-чуть побыстрее. Рукгипс вам схватывается, ну тоже смотря какие там есть. Есть в Челябинске, есть несколько видов в Краснодарске. Рукгипс схватывается где-то минут за 40-50, Prozax где-то минут 60-70. Почему по схватыванию мне было важно? Потому что, когда стены тянешь, нужно, чтобы ты протягиваешь стену, если строй большой, чтобы он быстрее схватился, и там, допустим, следующую тянешь можно было. Или там, допустим, вот эту стену тянешь, да, вот она соприкасается. Вот край вот этой стены ты не заштукатуришь, пока не скатывается вот этот. Что готовит, ну, как вы понимаете, что я говорю. И так, ну и вот по схватыванию, потом накидывание. Ну, у этого накидывания до 3-4 сантиметров. Ну, хотя, если честно, по-моему, все их нужно кидать и по 5 сантиметров. Потому что Кемерово, я работал с парнем, он накидывал стройя по 7 сантиметров вот гипсом. То есть он накидывал за раз вот так вот полностью. Не то, что там вот 3 сантиметра накидал уже, чтобы высохнет, потом следующее. Он накидывал полностью строй, и потом проходил где-то минут 20, его еще подтягивало, пробило. Потому что строй потихоньку сползал, но зато потом, допустим, когда вы прибиваете, вот часто бывает такое, строй накидали, да, и потом, вот когда уже обои наклеили, начинаете сверлиться перфоратором стенку. И очень часто вот тот строй, который второй вы наносили, он бывает, что начинает подстраиваться. А когда вы за раз проходите, такого нету. Если вы полностью свои накидываете, там, да, 5-7 сантиметров, она просто схватывается потом, и все. И уже будете отмурить, и ничего не отойдет. Ну, если, конечно, все проимпровано. Так вот, еще какое отличие у штукатурки розык сырогипса. Я, ну, тоже не знаю, как бы больше плюс это или минус, но по сравнению с рот гипсом, вот когда стенку у вас, вы уже стенку заштукатурили, начинаете ее, допустим, вот так вот подравнивать, да, там что-то, ну, бывает особенно на лючке. Закидали и какие-то еще неровности. И начинают их потом вот так вот счищать правилом. Так вот, у розыкса он вот так сильно схватывается, что его потом фактически вот невозможно сбить уже там какие-то вот наплывы. Я, честно говоря, даже удивился, но, возможно, это еще из-за там... Это даже плюс, возможно, я, как бы, я точно не пробовал, но, может быть. Потому что вот эта вот схватываемость очень сильная, она, возможно, дает, наоборот, сцепление с поверхностью более сильное. Ну, это надо тестировать, это вот я так не могу сказать. Так, что еще? А, самая главная, цена мешка, она меньше 300 рублей. То есть мешок мне привозят, по-моему, качу 300 рублей, 290. Рудгипс, вы за такую цену, ну, по крайней мере, я даже с моими скидками я не мог бы найти по такой цене. Поэтому при большом объеме намного получается выходит дешевле. Поэтому, мне кажется, это самый главный фактор, почему я вообще этими смесями не стал пользоваться. У них у всех ценят прилично ниже, чем на подобные материалы того же качества. Так, по шпаклевке, ну, по шпаклевке, честно говоря, особо сказать нечего. Она, вот как геркулес, шпаклевка финиш, у меня геркулес и Брозекс, честно говоря, особо отлично вообще не нашел. Шлифуется так же, не знаю, а, тоже, опять же, отличие. Плюс для шпаклевки Брозекс мешок 20 кг, у геркулеса мешок 18 кг. То есть, опять же, плюс, в основном, в принципе, все то же самое. Ну, понятно, это не витамит, не шпаклевка витамит, тут сравнивать нечего. Цена мешка Брозекс, насколько я помню, 360 рублей, а у витамита 2 раза выше. То есть, конечно, витамит, он, ну, качественно, намного лучше. А вот геркулес и вот эти вот все подобные шпаклевки, я много их многими пользовался. Ну, потом перешел как-то на геркулес. Цена-качество меня больше всего у него устраивало, да. Ну, вот сейчас, как бы, Грозекс получается на геркулесе покупать. Так, по флею. Флей какафеля. Ну, здесь однозначно, вот этот клей, Грозекс КРС-11, однозначно лучше того же геркулесовского. Так же, я когда перешел на геркулес, так же цена-качество меня лучше всего устраивал. Ну, этот сто процентов намного лучше. У него усадка очень маленькая и, не знаю, может, за счет, я не знаю, с чего, возможно, там как-то больше песка добавляется или что. То есть, вы кафель наклеиваете, усадки почти нет. Ну, в общем, как-то... А, ну, то есть не то, что усадки нет, а кафель наклеиваете. Во-первых, допустим, вы плитку наклеиваете на стену и она вот по сползанию фактически не сползает. У геркулеса вот сползала, я помню, плитка, вот если там сводит потолще особенно, она раз так потихоньку-потихоньку сползет. У этого такого практически нету. То есть, подставил очень фактически зал зафиксировалась плитка. Цена мешка вот этого 195 рублей. Этот вообще 165. Этот можно керамогранит убрадовать. Ну, этот я, как правило, применяю в основном больше для заливки пола. Заливку пола как клеем я делаю. Можете посмотреть на меня на видео. У меня на сайте evoremont.ru есть. Я стяжкой сейчас почти полной заливаю. Больше клеем заливаю. Ну, раньше геркулесом заливал. Сейчас так же было с... Ну, не знаю. В принципе, вот этот с геркулесом PS1 9. Не знаю, разницы там вообще особо нету. Единственное, что геркулес так же стоит примерно 180-190 рублей и 165. Мешки так же около 25 кг. Там и там. Так, ну, в общем-то все. Я думаю, производителям... Вообще, производителям не только Grosex, а и другим будет интересное мнение от девочек. А, да. Еще раз забыл сказать. По вот этой вот... По штукатурке было у меня... Я как-то пользовался штукатуркой. И вот тоже один момент, который многие не знают. Она тоже была гипсовая, но там она... Короче, получается, во-первых, мешок, он весит, по-моему, также 30 кг. Ну, тогда я сравниваю с друг гипсом. Мешок весит 30 кг, но самое интересное, когда вы сотворяете водой смесь с мешка... У меня, по-моему, получалось два с половиной ведра. Вот такие вот... Два с половиной ведра вот этой смеси. А с рот гипса выходило три ведра. То есть, когда засыпаешь водой, он как-то... Ну... Он, наоборот, уменьшается в объеме. А рот гипс и вот розекс, то есть вот эта смесь, она так же, она в объеме, наоборот, как бы... Ну, не уменьшается, а как бы там... Так же остается... Я вот когда это первый раз увидел, и потом тоже стал так смотреть, какие штукатурные составы уменьшаются. Ну, в общем-то, все, я думаю, будут интересны производителям. Какие требования нужны при отделке. Ну, а как я закупаю материал, и почему я именно возрастом стал работать, смотрите в моем видео. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...